Добрый день! Меня зовут Максим Семенов. Я историк кино, критик, сотрудник Музея кино. Это программа «Золотые лекции» и говорить мы сегодня будем о первом столетии отечественного кино. Времени у нас не так много, поэтому мы сможем очертить только самые общие какие-то хронологические границы и немножко поговорить про те периоды, которые, собственно, в эти границы умещаются. Начинается история нашего кино где-то с 1908 года. Надо сказать, что, разумеется, кинематографический процесс начался несколько раньше. Уже в 1896 году братья Люмьер побывали в Москве и сняли коронацию Николая II. Еще до этого Иосиф Тинченко, один из первооткрывателей кино в Одессе в 90-е годы XIX века, сумел снять движущуюся повозку до Люмьеров. Но надо сказать, что к моменту, когда Люмьеры изобрели кинематограф, было достаточное количество изобретателей, которые смогли заснять какое-то движущееся изображение в разных странах. Это тоже увлекательный разговор, тема для отдельной лекции. В 1908 году выходит фильм «Понизовая вольница», который является первым законченным русским фильмом. Он выходит, как бы мы сейчас сказали, в продюсерской студии Дранкова. Александр Дранков был довольно известным фотографом, поставщиком двора его императорского величества, немножко авантюристом, такой скандальной личностью. И «Понизовая вольница» фактически экранизация довольно популярной тогда и, в общем-то, сейчас до сих пор известной песни про Стеньку Разина. Ну вот, я думаю, все знают из-за острова Настрежа. Так или иначе, на мотив этой песни была написана пьеса, которая легла в основу фильма «Понизовая вольница». Снимали все в нынешней Ленобласти, тогда под Санкт-Петербургом. Собственно, мы видим Стеньку Разина, который гуляет с княжной. Его какая-то команда, его банда пытаются ее дискредитировать. Они пишут письмо от имени этой княжны к некоему принцу Гасану и несчастную девушку кидают волны. Тут, надо сказать, был уже трюк, поскольку камера останавливалась, девушку меняли на куклу и уже куклу бросали в воды Финского залива. На тот момент было несколько попыток снять фильмы, но, в общем-то, они ничем не оканчивались. Этот первый период такого киноаттракциона продолжался, может быть, где-то до середины десятых годов XX века. Надо сказать, что кино тогда очень сильно отличалось от того, к чему мы привыкли. Сейчас все боятся, например, такого явления, как спойлер. Когда читаешь критическую статью, например, очень боишься, что автор на спойлере, тебе будет смотреть неинтересно. Если бы здесь возникла наша прапрабабушка или прапрадедушка, которые любили входить в кино, и мы бы им стали рассказывать, что такое спойлеры и что это очень плохо, они бы пришли в замешательство и заметили бы нам, что они не хотят смотреть фильм, сюжет которого не знают заранее. А вдруг они в кино увидят что-то, что им не понравится, и как им на это реагировать. Поэтому, во-первых, сюжеты фильмов были хорошо известны. Первые фильмы – это экранизации литературных произведений или общеизвестных исторических событий. Более того, если вы, например, возьмете фильм «Песня о купце Калашникове», снятый в те годы, и иллюстрации к «Песне о купце Калашникове» Михаила Юрьевича Лермонтова, вы обнаружите, что картинка фильма очень сильно напоминает иллюстрации. Кино представляло вам не что-то новое, как это происходит сейчас, а что-то хорошо известное, только движущееся. В русской культуре, ну и отчасти в культуре европейской, кино, да и во всех кинокультурах западных, кино было вторично по отношению к тексту. Вот есть некий текст, который вы узнали, и неважно, это какой-то литературный текст, например, рассказ о Геннере или стихотворение Пушкина и Лермонтова, или, может быть, небольшое либретто, которое опубликовали в журнале с описанием фильма. Вы знаете этот текст, вас он заинтересовал, и теперь вы идете посмотреть, как это будет выглядеть при помощи движущейся фотографии или кинематографа. Постепенно ситуация менялась. Надо сказать, что для первых фильмов также не очевидно, что кино должно быть с сюжетом. Вы, вероятно, помните, что братья Люмьер снимали преимущественно документальные картины, ну, картины, которые мы бы назвали документальными. Они снимали то, что можно было бы с некоторой натяжкой назвать хоум-видео, то есть сценки из жизни своей семьи, они снимали какие-то кадры из разных городов, и, в общем-то, в этом игрового элемента было не так много, хотя у тех же Люмьеров были игровые постановочные сцены. И мысль о том, что в кино может быть некий сюжет, она тоже приходит где-то во второй половине нулевых годов XX века, то есть к тому моменту, когда на студии Дранкова снимают «Понизовую вольницу». Постепенно мысль о том, что в основе кино лежит сюжет, по крайней мере, игрового, все больше и больше завоевывает мир. И где-то к десятом годам складывается уже вполне готовая школа русского игрового кино, которое в полной мере воплощает искусство Серебряного века. Надо сказать, что важным этапом был выход в 1911 году фильма «Оборона Севастополя» Александра Ханжонкова. Вот Ханжонков – это одна из таких тоже крупнейших фигур в истории нашего кино, великий кинопродюсер, который, в отличие от того же Дранкова, которого кино интересовало с коммерческой стороны, Ханжонкову это было интересно как, собственно, искусство, которое можно развивать. Начиная с десятых годов, «Оборона Севастополя» – это, пожалуй, первый русский полнометражный фильм. Надо сказать, что он тоже отличался от того, что мы привыкли представлять, когда думаем о полнометражном кино. Мы услышали «Оборона Севастополя», понятно, что это про Крымскую войну 50-х годов XIX века, и мы думаем, что, наверное, там был какой-нибудь сюжет, играла какая-нибудь условная «Вера Холодная», но вовсе нет. На самом деле это тоже экранизация разных исторических моментов, связанных с Крымской войной, в котором нет главных действующих лиц, и фактически перед нами такие ожившие картины Крымской войны. Надо сказать, что, хотя это довольно ахаично звучит, это и выглядит довольно ахаично, фильм заканчивался таким довольно внезапным трюком, который даже по нашим временам кажется довольно новаторским. Они позвали выживших на тот момент ветеранов Крымской войны. При этом это были ветераны из разных армий, там были русские, там были итальянцы, англичане. И, с одной стороны, «Оборона Севастополя» — такой документ, мы можем увидеть живые лица ветеранов Крымской войны, согласить, что это редкость. С другой стороны, кино в некотором роде примеряет разные воюющие стороны, что тоже даже сейчас выглядит довольно новаторским. Что касается кино Серебряного века, кино, связанного в нашей памяти с Верой Холодной, которая действительно была большой звездой, если мы помним ее до сих пор, и она затмила многих звезд, хотя их было достаточное количество, надо сказать, что оно тоже немножко отличалось от того, к чему мы привыкли. Это уже кино с сюжетом. Главным жанром кинематографа той эпохи оказывается салонная мелодрама, тогда это называли психологической драмой, но, пожалуй, она несколько далека от наших представлений о психологизме. И это история про роковые страсти. Какая-то несчастная девушка, живущая среди колонн аристократов, промышленников, попадает в вихри роковых страстей, обязательно кто-нибудь погибает, как пел в свое время, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Нам это может показаться несколько наивным, и эта эпоха несколько мифологизирована, поскольку она прервалась довольно резко благодаря смене власти и революции, а многие актеры потом уехали в эмиграцию как режиссеры. Тем не менее, мы точно знаем, что наши прапрадедушки и прапрабабушки, жившие в эпоху Серебряного века, не любили хэппи-энды. Сейчас идут различные исследования, потому что далеко не все фильмы сохранились, и по сохранившимся описаниям мы понимаем, что совсем плохих финалов там было тоже не слишком много, но, тем не менее, считалось, что хороший финал – это признак совсем друного вкуса. По легенде, это легенда, которая зафиксирована в большом количестве источников, вроде как у нее нет доказательств, но она довольно известна. Зарубежные прокачки специально для российского рынка снимали альтернативные финалы, в которых герои погибали. Собственно, для российского рынка снимали альтернативный финал, в котором, например, герои и его невест приходили домой, начался пожар, начинался пожар внезапно, и все погибали. Это все, конечно, несколько утрировано, но можно привести такой пример – картина Якова Протазанова «До нас не сохранившаяся», но, тем не менее, довольно показательная. Это фильм «Прегвожденный», который при пересказе звучит, как такой рассказ Хармса. Вот представьте, молодой человек, студент, влюблен в дочь, сосед помещика. И счастье их было бы совершенно полным, потому что девушка отвечает ему взаимностью, если бы не одно «но». Она на финальной стадии чахотки, то есть веркулеза. Однажды они отправляются на свидание на кладбище, куда еще идти молодым людям, и она узнает его страшную тайну. Он до смерти боится покойников. Студенту это неприлично, думает девушка. Находит на земле ржавый гвоздь и берет с него шутливую клятву. Если она умрет раньше него, а у нее финальная стадия туберкулеза, то он возьмет этот гвоздь и вобьет ради их любви этот гвоздь в крышку ее гроба. Все хорошо, состояние девушки внезапно ухудшается, и вот перед смертью она зовет студента и напоминает ему о данной клятве. Представьте, ночь, часовня, перед погребением там выставлено тело девушки. Молодой человек идет с гвоздем, дрожащими руками, начинает прибивать этот гвоздь в крышке гроба и по рассеянности. И это, правда, такой рассказ Мхармса, прибивает пол у своего пальто. Он хочет идти, но че, какая-то роковая сила держит его, неужели это она? Он в ужасе поворачивается и падает замертво. И, как писали в прессе тех лет, блеклые лучи северной авроры освещали два тела, живших и любивших его и ее. Нам кажется, что это очень забавно. Представьте нашу прапрабабушку и нашего прапрадедушку, которые сели в пролетку, приехали в синематографический театр, посмотрели это и стали плакать, потому что вот какие страсти. Разумеется, не все фильмы были такими. Я специально привел какой-то пример, который очень утрирован, но, тем не менее, публике это нравилось. Опять-таки, культура Серебряного века. Если вы почитаете поэтов и прозаиков, вы обнаружите, что там много мрачноватого. Какой-нибудь Сологуб описывает девушек, которые закалываются из-за того, что они очень красивые, а мир очень отвратителен. Вот кино это потихоньку перенимало. Одновременно с тем, в кино появляются первые крупные режиссеры. Можно назвать троих, как минимум. Понятно, что крупных режиссеров было гораздо больше. Был там Петр Чердынин, который довольно любопытный режиссер был, еще кто-то. Но вот прям такими крупными режиссерами можно назвать Евгения Францевича Бауэра. Это человек, открывший Веру Холодную, и один из главных режиссеров Серебряного века. По трагической случайности он умер в результате несчастного случая на съемках в 1917 году, и многие воспринимают его смерть как такой конец эпохи. Это Яков Александрович Портозанов, режиссер, который продолжил снимать. С одной стороны, он один из главных режиссеров дореволюционной эпохи. Потом он продолжил снимать в 30-е, в 20-е, разумеется. И его карьера закончилась только в 40-е годы. И при этом все время он продолжал оставаться очень крупным режиссером. И Владимир Гардин, который любителям старого кино больше известен как актер. Он в 30-е годы довольно много снимался, но до революции он был одним тоже из крупнейших режиссеров. Бауэр, прежде всего, художник в кино. Он специалист по такой выверенной картинке. Не случайно он открывает Веру Холодную, которая невероятно красива. Не случайно он снимает ее главную конкурентку Веру Каралли, которая тоже красивая, это знаменитая балерина. И его фильмы отличаются по сюжету часто таким легким сумбуром, какая-нибудь слепая великая танцовщица, которая душит какой-нибудь граф, в духе истории, которую я вам рассказал. Но при этом они так красивы, что хочет плакать. Он знает, что такое цветы, он знает, что такое колонна, он знает, как повисит тюль, чтобы все это создавало какой-то невероятный флер, ушедший в прекрасной эпохе. Яков Протазанов был режиссером чуть более циничным. Для последующих эпох он скорее известен как комедиограф. До революции, пожалуй, он снимает такие фильмы, как «Уход великого старца» или «Пиковая дама», пожалуй, самая известная его дореволюционная картина из сохранившихся. Что касается Гердена, то он тоже снимает костюмные мелодрамы и, возможно, входит такие легенды. Он один из первых крупных режиссеров в истории, который подпольно снимал порнографические фильмы. Поскольку до нас не дошло ни одного дореволюционного порнографического фильма, а в советское время их естественным образом не производили, это только легенды. Но посмотрите когда-нибудь его советский фильм «Крест и Маузер» сцена порки, когда священник католический порит маленьких девочек, ну, юных девушек. Одна из самых непристойных сцен, которые я вообще видел в кино, а я, знаете, за ли не смотрел. Эпоха, с одной стороны, закончилась, стала заканчиваться в 1917 году, но сказать, чтобы она резко оборвалась, было бы ошибкой, потому что, так или иначе, до 1918-1919 года продолжают снимать мелодрамы, или более того, в 1920-е годы, когда советской власти нужно получить кассу, они выпускают на экраны повторно какой-нибудь фильм с «Верой Холодной» и тут же выстраиваются какие-то большие очереди. Опять-таки, если даже мы помним «Веру Холодной» наряду с Чарли Чаплином, хотя мы можем не помнить других значимых актеров и актрис, это свидетельствует о том, что она была звездой невероятной величины. Все это продолжается и после революции, и продолжается в эмиграции, потому что многие уезжают в Европу. Тот же Яков Протазанов непродолжительное время снимает в Германии и во Франции. Во Франции действует студия «Альбатрос», в которой снимаются многие, значимые актеры и режиссеры. Тем не менее, в Советском Союзе складывается новая школа. Ну вот представьте, если вы любили смотреть фильмы о том, как хорошеньких девушек душат графы-маньяки и плакали, и думали, вот эта красивая жизнь, то в эпоху, когда вам приходится топить печку своим комодом, а к вам в квартиру еще кого-нибудь подселили, пару матросов и хорошую пролетарскую семью, смотреть печальное кино про печальных умирающих людей как не очень весело. У того же Протазанова в 2018 году выходит великий фильм «Горничная Дженни», который замечательен прежде всего своим внезапным хэппи-эндом. В лучших фильмах, снимающихся в Америке, хэппи-энд возникает совершенно внезапно, и Протазанов очень подготавливают зрителя, потому что большую часть фильма нам кажется, что, наверное, с героями случится что-то плохое, и вот оно сейчас случится, но в последний момент все заканчивается хорошо. Это с одной стороны. С другой стороны, представьте, что вы молодой человек, который приходит в кино, все старое рухнуло, в школу вам ходить не надо, потому что ее разбомбили, в аптеке вам работать тоже не надо, потому что Красная Армия, вы Красный Армеец, ваше семейное состояние, если вы богатый, тоже пропало, но вот у вас есть возможность делать вообще все, что вы в жизни хотите. Вы хотите снимать кино, и понятно, что снимать какое-то странное кино про умирающих лебедей и балеринографов – это последнее, что вам хочется. Но вы этого в детстве насмотрелись, и как это не очень интересно. А еще в детстве вы смотрели какие-нибудь лихие американские фильмы, европейские, с трюками, прыжками и погонями, которые ваш папенька и маменька считали довольно низкопробными. И почему бы не попробовать снимать что-то такое же? Вот начинается великая эпоха советского киновангарда, которая начинается с того, что молодые люди в духе Козинсова и Трауберга, фексов, такое важное ленинградское объединение, заявляют в духе футуризма, что пора скинуть классику с парохода современности, что зад Чарли Чаплина им важнее, чем руки Элеоноры Дузе. Это была такая великая итальянская актриса, соперница Сары Бернар. Ну и вообще, давайте к черту пошлем музеи, соборы и прочие театры и восславим мюзик-холл, цирк и кинематограф. Они начинают снимать очень бодренькое, очень эксцентрическое кино. Очевидно, очень веселое, говорю очевидно, потому что многое из этого не сохранилось. И постепенно советская власть их немножко пытается, как это принято говорить, кооптировать, то есть поставить их энтузиазм на службу себе. Многие помнят слова Ленина о том, что важнейшим из искусств для нас является кино. Надо сказать, что немногие понимают, что именно Ленин имел в виду. Но мы думаем, что вот кино, оно как-то влияет на массы, массы смотрят кино и какими-то мыслями там проникаются. Вот еще модное слово пропаганда. Но так или иначе оно так совершенно не работает. Вот представьте, вы вчерашний крестьянин, переехали в город, вам показывают кино. Для вас не очевидно, что крупный план человеческого лица, тут в идеале должен возникнуть крупный план моего лица, это просто кто-то снятый крупно. Вам кажется, что человеку отрезали голову, а она шевелит глазами, открывает рот. Ну, господи, и в страшном сне такого врагу не пожелаешь увидеть. И вот предполагается, что вы вообще не понимаете, что перед вами происходит, но это кино должно вас как-то на что-то агитировать. Есть гипер-классический пример. Один из первых советских фильмов, агитка про попа Панкрата и бабку Домну и явление чудотворной иконы в Коломне, но там по названию понятно, что некий поп Панкрат договорился с бабкой Домной, и они выдавали икону чудотворную, такое антирелигиозное кино. Должна была показать зрителям, как церковь их годами и веками обманывала. Но что происходит? Зрители смотрят этот фильм, и многие едут в Коломну, чтобы найти эту чудотворную икону и к ней приложиться, потому что они вообще не понимают, что им показали и что советская власть имела в виду. Поэтому, когда мы думаем про Ленина, мы должны понимать, что он имел в виду прежде всего такое агитационное документальное кино, которое, я очень грубляю и прощаю, должно было бы нам рассказывать, как пользоваться лампочкой, как руки мыть, что нужно ходить в баню и вообще есть способ справиться с вшами. Более того, если мы посмотрим на огромное количество фильмов, которые в 20-е годы смотрело огромное количество жителей Советского Союза, мы обнаружим, что это именно такое обучающее кино, которое показывали в деревнях. Приезжал какой-нибудь бодренький и борзый лектор, который, потому что смотрели кино не моет, смотрели все в тишине, им еще и комментировал, что происходит. Обычно, сколько известно, этому лектору вначале наливали водки или горелки, поэтому он с каким-то веселым матерком, не лезя со словом в карман, объяснял, что вот там баба тупая пошла к гадалке и умерла, а вот хорошая баба пошла к кушерке и выжила и родила там десятого ребенка. Все счастливы, вот так и нужно поступать. Я, опять-таки, утрирую, но вот это тот фон, о котором мы должны помнить, когда я приступлю к рассказу про киноавангард. Что такое авангард? Применительно к кинематографу термин «авангард» применил французский режиссер Марсель Лербье. Он снял фильм «Эльдорадо», действие происходило в Испании, в то пору, в 20-е годы, в начале 20-х годов, было модно в Европе снимать Испанию, потому что считалось, что это невероятно экзотическая страна, даже для такой страны, как Франция. И он попытался довольно удачно показать внутренний мир главной героини, играя с изображением. Там он давал раз фокусы, наплывы. И зрители во время премьеры, это тоже такая байка, скорее всего, было что-то похожее, предположили, что оператор, который им фильм показывает, просто пьян, и что нужно поработать с фокусом, потому что вдруг, простите, какой-то раз фокус на экране появляется. Вот все стали шуметь, тот стал автор и говорить, ну нет, никто не пьян, это авангард, то есть наиболее передовое искусство. Что касается советского киноавангарда, то 20-е и первая половина 30-х годов, это та эпоха, которой мы по праву можем гордиться. Эта эпоха, когда творили такие режиссёры, как Сергей Михайлович Эдинштейн, Зигавертов, Александр Довженко, Пудовкин, Лев Кулешов, можно долго продолжать, там, Преображенская и Провов, тот же Яков Портозанов, там их была тьма каких-то значимых режиссёров, десятки имён, сотни, ну, скажем так, тоже десятки фильмов, далеко не всё до нас сохранилось, к несчастью, там, Червяков, Козинцев, Трауберг, прям такие значимые-значимые люди. Эти фильмы очень сильно влияли на весь мировой кинематограф. В Берлине публика готова была удавиться за лишний билет на фильм Эдинштейна. Знаменитая Лени Рифеншталь, которая вообще-то думала, что будет танцовщицей, решила, что станет заниматься кино, посмотрев «Броненосик по тёмке». В Голливуде звёзды первой величины, режиссёры первой величины, смотрели советское кино и понимали, что вот оно, что-то настоящее, этому нужно учиться. Что происходит в Советском Союзе? В Советском Союзе, за редким исключением, это кино популярностью не пользуется. Почему? Вот представьте, я уже долго описывал, что мы живём в крестьянской стране, многие крестьяне не очень понимают, что такое кино и как его воспринимать. Существует куча примеров, когда крестьянам, например, показывают какой-нибудь фильм в духе банды «Батьки Кныша». Это такой предшественник неуловимых пстителей. И там захватывают такую семью, и дальше идёт гэг, который вызывает у городской публики гомерический хохот. Значит, муж прикрывается азбукой коммунизма Бухарина, а жена – иконой. Ну, понятно, где икона, где азбука коммунизма, городской зритель над этим смеётся. Деревенская публика сидит, сделал, простите, морду кирпичом, потому что икона – это понятно, книга, но мало ли что там за книга. Может, «Псалтырь», я не знаю, или «Священное писание», или мало ли книг бывает, прикрылся какой-то книгой. Что касается городов, то синематограф, а мы должны помнить, что 10-е и 20-е годы – это ещё и эпоха великого расцвета театрального искусства, то в городах, если вы поинтеллигентнее, вы пойдёте в театр на Мехольда, на Таирова, на Станиславского, на Евринова. Можно долго-долго перечислять гениев, театральные режиссуры, которые в те годы творили. Если вы попроще, то после тяжёлого рабочего дня на заводе или в офисе, в конторе, вы захотите посмотреть кино, и у вас будет выбор – посмотреть какой-нибудь бодрый американский боевик. Слов «боевик», кстати, уже тогда было, но скорее обозначало исторические постановки, со звёздами какую-нибудь романтическую, мелодраму тоже американскую. Немецкий фильм ужасов, про который говорят, что он прямо такой страшный-страшный, что люди на сеансах умирают. Какой-нибудь шведский исторический фильм с привидениями, красивой шведской природой. Там Яков Протазанов снял новую комедию, тоже вот коллеги ходили, очень рекомендовали. Или сложный монтажный фильм про революцию, неизбежную победу партии большевиков и всеобщую отсталость дореволюционной России. Вот скажите себе, на какой фильм вы бы пошли? Почему-то сложные монтажные фильмы, при всей их значимости, они часто проигрывали, быть может, и единственный фильм, который действительно покорил наш прокат, это «Броненосец Потёмкин» Сергей Эйзенштейн. Сделав все эти оговорки и напомнив в контексте, сейчас давайте поговорим про авангард. Прежде всего нужно назвать такую фигуру, как Лев Кулешов. Как говорили в 30-е годы, мы снимаем фильмы, Лев Кулешов создает кинематографию. Что делал Кулешов? Кулешов был человеком не случайно в кино, он был художником, он был учеником Евгения Бауэра, вы помните, это один из крупнейших режиссеров эпохи немого кино, и он попытался снимать что-то новое. Он посмотрел американские фильмы, прежде всего, картины Дэвида Уорка Гриффита, и вдруг понял, что американцы активно монтируют. Опять-таки, у нас была виртуозная операторская школа, что такое монтаж у нас тоже знали, но, в принципе, предпочитали быстро не монтировать, потому что, как бы это сказали сейчас, считали, что быстрый монтаж – это такое американское клиповое сознание. Тогда, разумеется, так не говорили, но примерно так думали. Вот у нас есть традиции литературы, живописи, наша великая русская культура, поэтому мы играем с долгими планами, с однокадровыми сценами. Если посмотрите на однокадровые сцены у какого-нибудь, у того же Бауэра, вы вдруг обнаружите, что это невероятно красиво. Кулешов понял, что нет, мы живем в другую эпоху, эпоху более динамичную. Он посмотрел фильм Гриффита «Нетерпимость», действие которого происходило в нескольких временных пластах. Там, собственно, была история про древний Вавилон, про времена Христа, про современность. Варфоломеевская ночь там была, и Гриффит пускал их не одну за другой такими новеллами, а перемешав между собой. И Кулешов понял, что за этим будущее, и начал экспериментировать с монтажом, открыв так называемый эффект Кулешова. Суть открытия Кулешова сводилась к тому, что если мы совмещаем два разных кадра, получается некий третий смысл. Сейчас на этом основано примерно все, начиная от рекламных роликов, заканчивая выпусками новостей, я уже не говорю про художественные фильмы. Учениками Кулешова были многие актеры, выдающиеся в 20-30-х годах, и он, правда, такой учитель и важный режиссер. С монтажом играли такие фигуры, как Сергей Изенштейн и, например, Дзигвертов. Дзигвертов, автор фильма «Человек с киноаппаратом», прежде всего, это, вероятно, один из самых главных документальных фильмов истории, считал, что будущее за документальным кино, игровое кино в какой-то момент умрет, и нужно снимать документальные фильмы так, чтобы они были увлекательнее любого игрового фильма. Если вы посмотрите «Человек с киноаппаратом», вы, правда, убедитесь, что это очень веселое, необычное, яркое кино. В 30-е годы ситуация меняется, хотя первая половина 30-х годов – это, в общем-то, продолжение эпохи авангарда. Надо сказать, что ситуация, при которой великие режиссеры снимают великие фильмы, которые пользуются популярностью у рафинированной публики, а широкий зритель их часто не понимает, перестает устраивать советское руководство. Ну, 30-е годы – это эпоха коллективизации, репрессий и явного закручивания гаек. В кино – это эпоха создания так называемого массового кино. Термин возникает в 30-е годы. Его придумывает Шумяцкий, фактически министр кинематографии. Когда режиссерам предлагают снимать кино, ориентированное на массового зрителя, и Шумяцкий ходит с идеей так и нереализованной, самого Шумяцкого репрессировали в 1938 году, он погибает, советского Голливуда. Прежде всего, для нас эта эпоха ассоциируется с такой другой важной звездой после Веры Холодной – это Любовь Орлова. 30-е годы – это время множества очень талантливых актеров и актрис, но только Любовь Орлова обладает таким невероятным культовым статусом. До сих пор ее имя сопровождает множество легенд, до сих пор она интересует публику так или иначе. Надо сказать, что вмешательство партийного руководства на пользу кинематографу не пошло, и постепенно ко второй половине 30-х, во второй половине 30-х, ближе к 40-м, кинематограф начинает испытывать сильный кризис. Собственно, выходом из этого кризиса, как ни парадоксально, стала Великая Отечная война, когда киностудии оказались эвакуированы в Среднюю Азию, и перед режиссерами стала задача отразить тот ужас, ту трагедию, которой Вторая мировая война, собственно, была для жителей Советского Союза, да, в общем-то, и для жителей всего континента. Тогда выходят такие фильмы, как «Радуга» Марка Донского, как «Однажды ночью» Бориса Барнетта, тогда же снимается великий фильм Эзенштейна Иван Грозный, который пытался осмыслить политические репрессии 30-х годов. И это такой очередной взлет советского кино, который заканчивается в 1947 году новым закручиванием гаек, и где-то с 1947 по 1953 год наступает период малокартинья, когда партия приходит к мысли, что не нужно снимать много разных фильмов, достаточно выпускать по несколько картин в год, но все они станут такими шедеврами. Мысль зарождается в голове у Сталина, и надо сказать, что это довольно мрачное время, многие режиссеры сидят без работы, нельзя сказать, что в это время совсем не выходило значимых фильмов. Все, например, помнят «Золушку» с Ниной и Жеймо, но тем не менее все эти фильмы обычно не являются шедеврами, их довольно тягостно смотреть, и они очень политически ангажированы. К моменту смерти Сталина многие полагают, что советский кинематограф окончательно погиб. Собственно, даже если начать снимать по сотне фильмов, условно, ну или несколько десятков фильмов, то вряд ли найдется достаточное количество режиссеров, актеров и операторов, которые смогли бы это сделать. Но люди, которые так говорили, к счастью или к несчастью, ну вообще-то к счастью, ошибались, поскольку после войны начинается период оттепеля, который можно разделить даже на два этапа. Это 50-е и 60-е. В 50-е кино учатся заново говорить. Это эпоха очень сильного влияния итальянского неореализма. И вершиной 50-х годов являются две картины. Это знаменитые «Летят журавли» и сейчас чуть менее известный «Дом, в котором я живу». Собственно, одна из них обращалась к опыту 20-х годов, к опыту авангарда, к опыту экспериментов с изображением. Вторая, «Дом, в котором я живу», больше основывалась на опыте итальянского неореализма. Сейчас эта картина выглядит чуть более тяжеловесной, чем «Летят журавли». 60-е – это серебряный век советского кино, подобно тому, как 20-е и начало 30-х – это его золотой век. Это эпоха Марлена Хуциева, это эпоха первых фильмов Тарковского, это эпоха Ларисы Шипитько, огромное количество режиссёров. Но всё это заканчивается к 68-му году, когда начинается эпоха застоя. В кино это связано, с одной стороны, с постепенным размежеванием в очередной раз зрительского кино и кино авторского. С одной стороны, мы знаем таких значимых зрительских режиссёров, как Эльдар Рязанов, как Данелли, как Захаров, как Гайдай. С другой стороны, это эпоха Тарковского и Шипитько. Постепенно появляется то, что можно было бы назвать в советском кино морального беспокойства, но нечто похожее было, например, и в литературе. Достаточно вспомнить хотя бы прозу Трифонова. Это фильмы таких режиссёров, как Алексей Герман Старший, как, например, Вадим Абдрашитов, как Глеб Панфилов в некоторой степени. Они задаются вопросом о существовании человека в рамках советской системы. И всё это полно некими размышлениями и тягостными предчувствиями, а потом внезапно Советский Союз заканчивается. Возникает такой интересный переходный период, потому что уже в рамках Советского Союза продолжались эксперименты со зрительским кино и с таким массовым кино. Тут можно вспомнить, например, «Маленькую Веру», который пример, с одной стороны, довольно радикальный, или интердевочку, сочетающую в себе шокирующую тему главной героини – это секс-работница. С другой стороны, в общем-то, это довольно, как бы странно это ни звучало, патриотический и очень советский посыл. Главная героиня выходит замуж за иностранца и уезжает в Швецию, но томится тоской по родине, понимает, какая это была ошибка, и вообще она хорошая советская медсестра, которая читала поэзию Мандельштама и всячески невероятно положительная. То есть, казалось бы, фильм про женщину, про секс-работницу, с другой стороны, она такая, «Татьяна русская душею», невероятный образ русской женщины. Что касается кино более последующих периодов, 90-х и нулевых, то есть здесь я на самом деле свой рассказ заканчиваю, потому что это то, что происходило на наших глазах и требует осмысления. Сейчас мы понимаем, что 90-е – это не было временем провала, местами это была эпоха расцвета, это эпоха таких режиссеров, как, например, Алексей Балабанов, это эпоха лучской саморядовой, великих сценаристов, снявших фильм «Окраина», если не видели, очень рекомендую. Но, тем не менее, мне кажется, должно пройти еще немного времени, чтобы мы смогли поговорить об этом более взвешенно. Это была программа «Золотые лекции». С вами был кинокритик, сотрудник Музея кино Максим Семенов. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова